11 часов 6 минут. В студии Татьяна Троянская. Действительно, программа «Особое мнение». У нас сегодня профессор Лев Щеглов. Здравствуйте, Лев Моисеевич. Доброе утро. Назову наши средства связи. Плюс семь девятьсот двадцать один, девятьсот семьдесят двадцать два сорок. Присылайте свои вопросы. Сообщение начнём с Сергея Нарышкина, который уходит в службу внешней разведки. А до этого его избрали депутатом Государственной Думы. Лев Моисеевич, может, вы мне как доктор объясните, что происходит в нашей стране. Владимир Путин отправляет человека в службу внешней разведки. До этого он избирается депутатом. Потрачена определённая сумма денег. Десять миллионов, как вот нам сообщили. У нас что, нет экономического кризиса или у нас Владимир Путин не знает о том, что выборы были и что Нарышкин туда баллотировался? Да, это достаточно странно, но это, на мой взгляд, ещё больше подчеркивает вот ту систему, что всем должны править силовики, а лучше чекисты. Ибо все другие категории подозрительны, непрофессиональны, и Бог знает, как пойдёт, да? И вообще, как бы, всё идёт, вот всё. Мы многое, наверное, сегодня с вами будем обсуждать. Всё идёт по своей некоторой внутренней логике. Я даже о другом. Служба внешней разведки – это не шуточная история, которая вполне адекватна и ситуации в мире, и в любой стране. Это достаточно профессиональная, важная служба. Господин Нарышкин, насколько я понимаю, целый ряд лет был вообще вне этой истории. Он занимался думой, всё замечательно там, навёл порядок. Как можно? Вот, условно говоря... Он архивами занимался какое-то время, и, по-моему, в службе, да. Пять лет он вне. Вы понимаете, речь же идёт о внешней разведке. За пять лет ситуация в мире меняется зачастую кардинально. Человек, говоря таким полужаргоном, должен быть в теме. Ведь ни вас, ни меня нельзя завтра назначить генеральным директором Кировского завода. Просто нельзя. Какие бы мы ни были замечательные, умные, работоспособные и всякое такое. Вот это немножко странно. Это говорит либо о ощущении президента, что кадров, которым доверять, нет, и поэтому идёт хождение по одному и тому же кругу, но эффективно ли это? Я даже не хочу обсуждать, положительно это или отрицательно, да? Есть понятие эффективности. Для службы внешней разведки это должен быть суперпрофессионал, предположим, Нарышкин профессионал, но он пять лет не держал руку на пульсе. Может, его готовили тайно? Ну, если у него 48 часов в сутки, да, то 24 он занимался думой, а ещё 24 он как бы тайно занимался внешними тайнами. Нет, это странная история. Более того, заметим, что все перестановки последнего времени, они все связаны с силовиками и чекистами. Вот это меня поражает. Ведь у нас, это любой знает, этот блок очень силён. Этот блок мощнейше финансируется. Он, безусловно, нужен, да, согласен. Где реальные реформы медицины, науки, ЖКХ, образования, которые, вот как обычного обывателя, меня интересуют, ну, не скажу только это интересуют, но всё-таки побольше, чем перестановки в силовых ведомствах. Ну, это вас, а... Обывателя любого это касается. Понимаете, у нас происходит реформа в здравоохранении таким образом, что исчезают сельские больницы. Там же люди живут, да. У нас реформы в науке представлены таким образом, что в Академии наук лишается кучи собственности, которой она владела, да, может быть, излишне. У нас реформы в образовании заключаются в том, что усиливается изучение религий. Но ведь это вот то, что касается конкретной ежечасной жизни человека. Я не исключаю, что силовые ведомства тоже подлежат реформированию, перестановкам. Но не может же быть политическая жизнь, состоящая только из перестановок. МВД, СВР, ФСБ переделаем в КГБ. А такое ощущение, что в основном только это происходит. Ну, вот такие ощущения. Ну, а вопрос с перевыборами. Народ стерпит, и действительно 10 миллионов в стране, которую, можно сказать, теперь уже нищие. Ведь это же большие деньги. С перевыборами в Думу? Да, да. В ситуации с Экингисепом, например. Потому что должны быть перевыборы. Зря выбрали Нарышкина, понимаете? А народ не думает об этом. Вообще. То есть народ придет еще на выборы? Совершенно. Совершенно. Сейчас такое раздвоение сознания у обычного человека, что вот вы расскажете, что там бессмысленно сожгли 20 миллиардов рублей. Не впечатляет. То есть, кажется, это какие-то абстрактные деньги. Ко мне лично это не относится. А там, ну, да, наверное, там неправильно. Ну, а дальше, знаете, фишка такая. Когда ощущается психологический тупик человека, он говорит, а везде так. Или там еще хуже. Все, да-да-да, таксисты, там, дворники, все такие знатоки, как оно там. А везде так. Следующий лозунг. А тебя или меня бы туда поставили, тоже воровали бы. Вот это упадничество, вот это принятие зла, как бы, при параллельном, шизофреническом немножко, потому что это расщепление, криках о нашей особой нравственности. В то же время я принимаю, что наверху, где-то по многим слоям идет полный непрофессионализм, бессмысленные траты денег и воровство. Так а я-то, если бы там был, я то же самое бы делал. Биполярное расстройство. Ну, конечно, конечно, это специфика современного сознания, и с этим, увы, приходится мириться в какой-то степени, потому что, ну, вот так оно происходит. И как раз мне кажется, что вот выборы, которые мы только что пережили, они очень ярко это показали. Вот если можно, несколько слов, потому что все мы задумывались. Я сначала, конечно, по результатам, по этим фантастическим, я сначала, как и многие, мне кажется, нормальные люди, которые следят и переживают, а мне кажется, вот именно и есть патриотизм, переживать за свою страну, а не принимать все на ура с воплями. Значит, я тоже испытал то, что десятки, если не сотни моих знакомых, типа какое-то упадничество, какое-то эмоциональное оттупение даже. Ну, как это? Как это происходит? Потом я сам к себе обратился, как пациент, к психологу или к психотерапевту, и, включив уже разум, я понял, что ничего страшного, в принципе, не происходит. Нет, ничего страшного. Почему? Ну, разве страшно, если человек болеет острым вирусным заболеванием, и у него из носа просто как из крана течет, а на завтра, какой ужас, еще и кашель появился. Это симптоматика. То есть, это просто развитие болезни. Совершенно верно. То, каково наше общество, то мы и увидели на этих выборах. Ничего здесь страшного я не вижу. Потому что мы прекрасно помним, что в советское время из десятилетия в десятилетие было 99, и 99 явка, и 99, и 99 за. И посмотрите, как это сложилось, как карточный домик. Это не должно вызывать депрессию. Но при анализе я глубоко убежден, что то, что мы получили на выборах, это три основных фактора. Фактор номер один. Диванная психология. Полное отсутствие чувства гражданства. Зачем я пойду? Причем я был поражен в Фейсбуке, в разговорах с людьми. Некоторые очень продвинутые и совестливые, и умные люди говорили. Нет, я не буду в этом участвовать. Но это безобразие. Ты не будешь. Вот твой голос возьмет какой-то Пупкин, зампредседателя из Берхлома. Ну и ходи-ка в том, что и так возьмут. Даже я приду, а там все перемешают. Нет, вы понимаете, это психологическая позиция. Я разговаривал специально со многими людьми и говорил, вот представляете, чем отличается вид на жительство во многих западных странах от гражданства. Люди не очень понимают. Один из первых отличительных критериев, это то, что с гражданством ты имеешь право голосовать и быть избранным, а с видом на жительство нет. И многие говорят, какая чушь, не все ли равно, что ха-ха-ха. И вот у нас нет гражданского чувства. Что ты можешь участвовать своим микроном в виде голоса. Это безобразие и привело к тому, что пришла одна треть и сделал вот так за все три трети. Кто приходит, мы знаем. Бюджетники, военные по команде, пенсионеры. Я голосовал, я у себя на участке, и я ничего не имею против, но я видел людей достойного возраста с палочками и один молодой парень. Вот сколько было времени, вот я как бы специально посматривал, кто и что. Это первое. Второе. Я глубоко убежден, что фальсификация грандиозная. И я объясню, почему. То есть больше, чем было? Я не знаю, больше ли, потому что так уж утверждать, надо владеть полной статистикой, но не меньше уверен. Почему? Мы существа субъективные. На место командира Чурова, который, не стесняясь, просто как бы заявлял, что он волшебник, и типа нарисует любые цифры. В какой-то момент это стало, ну, неприлично. Для Запада неприлично. И сменили Чурова на Панфилу, которая, конечно, не оглашает такие вещи. И наоборот, ее как бы прошлое говорит, что это вполне достойный человек и всякое такое. Вот и все наши ощущения. Плюс меняются технологии. Если пять лет назад чуть ли не дрались там, орали, с полицией вышвыривали наблюдателей, ну, грубо, топором просто били по голове, и все, зачем? Ну, Ковалеву вышвырнули на этот раз тоже, да. Ну, старые остаточки есть, но я думаю, вот это уменьшилось. Но, вы поймите, я же обычный человек с обычной логикой. Идет оглашение участвующих, и вдруг в последний час резко эта цифра увеличивает. Да люди не ходят в поздно вечером, вернее, ходят, наверное, но не может быть увеличения по сравнению с утром и днем. Явку надо было увеличить. Послушайте, в интернете каждый день появляются видео о этих ужасных, постыдных тетках, которые бегают суетливо, тряся своими задами и вкладывают пачки какие-то. Это же записи. Предположим, ай, это фальшивый запроверять надо, да, все? Не, ну, ростовская запись, по-моему, ее видели очень многие в интернете. Да, значит, уверен, что фальсификата масса. Масса, да? Значит, ну, посмотрите, вот это 100 саратовских участков в Саратове, родина Володина, да? Будущего спикера, возможно. 62,2. Слушайте, и нам начинают, говоря уж таким совсем языком, втирать в уши, что это совпадение. Послушайте, я специально нашел какой-то теоретик, известный математик, ну, простым языком объясняет, что с точки зрения математики это невозможно. 62,2 в 100 участках одной области. Поэтому второй момент, уверен, увы, это печально, фальсификации серьезные. И, наконец, третий момент. Бессмысленная по своим действиям оппозиция. Раздробленная, не могущая преодолеть амбиции своих, со старыми примелькавшимися скучными фигурами лидеров, с совершенно безумными попытками омоложения в виде приглашения националистов, популистов, я имею в виду парнас. Ну, ребята, какая власть, такое и общество. Какая власть и общество, такая и оппозиция. Смотрите, вы сейчас как раз рассказали об оппозиции, да, тогда действительно позиции людей, которые не пошли на выборы. А за кого голосовать, если оппозиция, это в принципе то же самое, что и... По партиям я могу это себе представить, да, такую мотивацию могу представить. Но, если меня не устраивает сегодняшнее положение дел, то хотя бы не за ту партию, которая уже контролирует все, вплоть до нашего нижнего белья. Только не так. И вообще я должен сказать, что наш политический фон, он очень-очень маразматичен, как вся наша жизнь. Ведь, честно говоря, смотрите, вот я пытаюсь понять, что такое партия «Единая Россия», какая у нее платформа, какие идеи. Я их не понимаю. У нее идея одна – поддержание власти. Минуточку. Если завтра меняется власть, то партия что? Что делает? Исчезает. Или цинично другую власть начинает поддерживать. Тогда это не партия, а просто помощники правящей исполнительной власти. Партия «Справедливая Россия». Ни один человек внятно не может объяснить, что это за партия. Чем она отличается от «Единой России», кроме сурового наморщивания бровей их лидера, да? Хорошо, коммунистическая партия. Да какие это коммунисты? Они миллионеры, которые размашисто крестятся и в одну секунду стали верующими. Коммунисты. Настоящая социалистическая идея, хотя она мне не нравится, совершенно серьезно, представлена Удальцовым. Вот он сидит в тюрьме. Коммунизм и коммунистическая идея представлены Зюгановым, но это все равно, что я представляю женскую художественную гимнастику. Вот так можно разобрать любую партию. Я их не понимаю. За кого голосовать, Дмитрий Алексеевич, тогда? Еще раз говорю, двоичная, увы, в данном случае система. Если мне не нравится то, что сейчас происходит, я должен свой голос не класть на весы тех, которые сегодня рулят, правят и все определяют. Хотя бы так. На весы любой другой партии тогда? Нет, все-таки есть возможность. Я вам скажу так. Например, мне кажется, что более не менее внятная партия Яблоков в то же время, мне кажется, они делают дикое количество ошибок. В то же время, мне кажется, что лидер должен достойно покинуть при всем уважении к Явлинскому. Так же, как мы с вами покинем когда-то земное существование. Но нельзя. Послушайте, получается так, что оппозиция, борясь со властью, одно из самых важных предъявлений этой власти в том, что она несменяема, сама является несменяемой. Ну, это же смешно. И в то же время, по крайней мере, ее программа, ее неучастие во всяких страшных вещах, которые у нас были и 5, и 10, и 15 лет назад, делает ее более не менее для меня приемлемой. Но вот такой моей партии, тем более я категорически беспартийный человек, я никогда не был ни в какой партии, ни в советское время, ни в это, хотя были предложения. Ну, вот эти три момента, мне кажется, пассивность и апатия избирателя, фальсификации, безусловные, и почти импотентность так называемой оппозиции. Ну, вот они и дают этот результат. Еще что-то удивительное. Удивительно немножко другое, я вам скажу. Как великий человек сказал в свое время, что у него разногласия с советской властью сугубо эстетические. Вот по эстетике это поражает. Петербуржцы, культурная столица, делегирует своим представителям господина Милонова, но слава Петербургу, культуре Петербурга. Некоторые вздохнули и сказали, мы избавились от Милонова. Правда, избавление это относительное. Это избавиться в кавычках, да. Это в кавычках. Дальше, давайте посмотрим. А замечательные, ну, как мне кажется, и мне кажется большинству это, ну, присущи, такие фигуры, как Гудков, Рыжков и прочее, никто не проходит. Более того, это же поразительно. Гудков молодой, активный, честный, много работающий. Единственный голос был, который из Думы раздавался, хоть заставляющий подумать людей. Он проигрывает, работая ежедневно по дворам там и прочее, старому скрипучему бюрократу Анищенко, который запомнился всем только тем, что когда он был главой санитарной службы, не стесняясь, как только у нас нарушались отношения с Грузией, грузинское вино становилось плохим, как только нарушались отношения с Прибалтикой, шпроты оказались чуть ли не смертельны, с Молдавией так было, как только политически ситуация менялась, он с тем же честным выражением в кавычках лица говорил, что мы проверили это все хорошее. И вот он побеждает. В Твери побеждает человек не просто судимый, а за изнасилование. Причем это было в бюллетене, там написано. Причем это в бюллетене, да. А вот что это? Это потасовки? Нет, нет, нет. То есть люди выбирают? Люди не хотят думать. Просто ставят галку. Просто ставят галку. Да, и он в состав комиссии входил по депутатской этике и противодействию коррупции. Это же не сегодня все началось. То есть, послушайте, человеческая память очень коротка. Я, как сейчас помню картинку, был такой в Госдуме депутат Пехтин. И если я правильно помню, он тоже был какой-то чуть ли не глава комитета по этике депутатской. И вдруг у него, кажется, фонд Навального обнаруживает дикую незадекларированную собственность в Майами на американском курорте. И вот, как сейчас помню по телевизору, я почему-то это смотрел. Картинка такая. Он и так сегодняшние депутаты похлопывают его по плечу. Типа, держись, парень. Это негодяи. Это антипатриоты. И он такой говорит. Да, я временно слагаю себя депутатски. Я поеду в Америку разбираться. И все так, типа, ну, мы с тобой, ты приедешь и все, в суд посадим. Где Пехтин с того момента? В Америке сидит. Так, вроде бы, не вернулся. Решил, разобравшись и возвращаясь. Это же не сегодня было и не вчера. Поэтому все, что сегодня так ужасает многих, это логическое развитие сегодняшних событий. И ничего в этом катастрофического нет. Хотя, конечно, и радостного тоже. Ну да, и отмечу еще, что в Госдуме в новой будет 10 депутатов с судимостью. Ну, отлично. Ну, о чем речь? Вопрос, до какой степени разовьется эта болезнь? И когда будет кризис? И что за ним последует? Смерть пациента или все-таки выздоровление? Я бы хотел, чтобы выздоровление наступило не через кризис. Понимаете? Ведь бывает выздоровление как бы такое ровное, а бывает через крайнюю точку, когда вот между жизнью и смертью температура 40,5 и начинается выздоровление. В социальных вещах, я думаю, ни один здравомыслящий человек, каких бы он убеждений не придерживался, не хотел бы, чтобы изменения пришли через кризис. Потому что, к сожалению, сегодняшний человек запутан. То, что мы объясняли. Какая-то странная смесь, с одной стороны, пассивности и принятия того. А, все воруют. А с другой стороны, мы видим, злоба какая-то нарастает. Мы это видим, кстати, по сводкам. Криминальность возрастает. Это реально. Мы видим по этим искаженным от ненависти лицам в телеэкранах, которые якобы дебатируют, то есть якобы обсуждают. И это может быть очень тревожным. Я думаю, никому эта история не нужна. Вопрос. Те, кто принимает решение, ощущают это или нет? Вот, собственно, и все. Вот это большой вопрос. Те, кто принимают решение, вчера выдавали государственные награды. Я имею в виду самый главный человек, Владимир Владимирович. И возвращение Лужкова. Иногда они возвращаются. И даже, возможно, я не знаю, на арену возвращаются. И Владимир Вольфович Жириновский получил государственную награду и спел «Боже, царь охране». Продекларировал. Продекларировал. А это что? Это троллинг президента? Вы понимаете, еще раз говорю. Вот какое-то примитивное сознание овладело умами очень многих вплоть до самого верха. А именно, главное, чтобы ты был на моей стороне. Наши и не наши. Как господин Милонов в видеоролике сформулировал. Мы добьемся, что все будут разделены на две группы. Патриоты налево, а не патриоты направо. Потом помолчал и сказал «к стенке». А как бы кто патриот, кто не патриот, это будет он лично решать. Так вот, суть-то в следующем. Мне кажется, что сегодня власти как-то задали такой тренд, что самое главное быть с ней. И тогда все, что угодно. И со статьей за изнасилование, пускай и погашенной, в депутаты, и вор, и дети у тебя за рубежом, а ты кричишь все на работу в России. Пожалуйста, лишь бы ты вот пел. То есть, и можно потроллить так? Конечно, и это очень опасно. Посмотрите, насколько тогда обычный человек, вот я тоже считаю себя обычным человеком, и я запутан. Лужков уволен за недоверие. Прошло несколько лет, он получает орган. За что? За то, что он сидит тихо. Выясним это уже после московских новостей. Особое мнение Продолжаем программу. Профессор Лев Щеглов у нас в студии. Ну, давайте завершим историю с выборами. Вот только что Элла Панфилова заявила, что это была самая сложная кампания за всю историю выборов. Но я думаю, сложная она была лично для нее. Непонятно, да. Знаете, как еще Лао Цзэ, великий китайский мудрец, а потом более тщательно сформулировал Декарт. Если мы определяем понятие, мир становится более ясным. Что такое сложность? Что? Ей сложно? Тогда объясни в чем. А в чем сложность? Ну, в крупных городах пришло по 25-30 процентов. В чем сложность? Итоги крайне устраивают власть. Заявляют, что якобы фальсификация... Но не всех депутатов устраивают новые избранные. Но это всегда проигравших, всегда не устраивает, можно сказать. Значит, сама же она заявляет, и многие говорят, что фальсификации были, но их было меньше. Так как же на фоне этого самые сложные? Не очень понятно. Пусть расшифрует. Ну, я думаю, она расшифрует. Через некоторое время мы переходим к другим новостям. Татарская певица Резида Гниулина накануне стала известна всем. Дело в том, что она исполнила танец в клипе «Танец живота» в полуоткрытом костюме на фоне мечети в Татарстане. И в связи с этим на неё сразу стали наезжать, и, по-моему, Следственный комитет заинтересовался этим клипом, и певице пришлось извиняться. Да, Следственный комитет начал проводить проверку по факту нарушения права на свободу совести и вероисповедания. То есть, она как бы нарушила право молящихся тем, что она на фоне причёной мечети станцовала. На фоне, да. Она не сходила. Ну, я могу сказать одно. Это было ясно с забытого почти дела Пуссирайт, что, первое, люди, которые хотят, говоря старым языком, прославиться, а новым языком пропиариться, получили прекрасную возможность. Только да, для этого нужна определённая смелость или же вот такая тактика странная. «Я это сделаю, а завтра извинюсь». Вы думаете, эта девушка думала о том, что такое последует? Вот не знаю. Татьяна, смотрите, но мы о ней же говорим в результате. Я думаю, о ней говорят... Но это мы виноваты не мы, это Следственный комитет виноват. И мусульманские деятели. Совершенно верно. Поэтому, первое, создан прецедент, который всегда будет привлекать особых личностей. Потому что иначе резко прославиться очень трудно. Это первое. Второе. С тайным злорадством я про себя вспоминаю бесконечные реплики доморощенных мудрецов. Вот негодяи эти Пуссирайт. Они это сделали в промославном храме. Вот попробовали где-нибудь бы в мечети. Намекая на то, что тогда просто толпы как бы верующих мусульман разорвали бы на кусочки. Что-то ничего не произошло. Не слышим мы того, что ее схватили и полиция ее отбила от разъяренных. Но она же внутренне заходила. Она не рискнула. Ну, и все-таки это же мечеть, а не буддийский храм. То есть, вот тщательнее надо на эти темы говорить и спокойнее, мне кажется. Ну, пусть девушка обретет свою славу и слава Богу. Ну, конечно, ведь она сознательно это все делала. То есть, вы думаете, у нее была такая стратегия? А зачем тогда на этом фоне? Ну, не знаю, может быть просто красивый. Нет, нет, для этого надо быть умственно недостаточным. Ну, это же все-таки Россия. Ну, Россия, и Чечня, Россия. Вы часто там отдыхаете? Нет. Я стараюсь объезжать стороной этот край. Ну, увы, это все Россия. Ну, давайте к Петербургу. Дело в том, что у нас может появиться, точнее появится мемориальная табличка в честь адмирала Колчака в Петроградском районе. И уже появились недовольные. Вспоминается сразу история с Муннергеймом. Таблица появилась, потом выяснилось, что непонятно, кто решил ее повесить. Ее обливали и вот должны снять. С Колчаком-то что не так? Понимаете, вот мне кажется, здесь как раз то, чем, надеюсь, мы занимаемся. Возрастает роль просвещения. Я совсем не хочу казаться снобом каким-то, что вот все люди такие глупые, темные. А мы такие просветители, несем сначала лучину им, потом фонарь, выводим их фонарем диогена и так далее. Нет, но это необходимо, действительно. И для этого нужна именно спокойная дискуссия. Потому что, я думаю, что вопли насчет Колчака прежде всего появятся у двух групп людей. Первая – это те, кто ничего не знает, ну вообще ничего не знает. Где-то краем уха слышал, что вроде Колчак плохой. Все, точка. Вторая группа – это такие закоренелые коммунисты, которые до сих пор, ну это очень старые люди, которые до сих пор считают, что белое движение – это враги. А вот смысл-то и ученых, и журналистов, и просветителей объяснять, что это была гражданская война, где были негодяи среди белых, негодяи среди красных. Родители за Россию среди белых, не в меньшей степени, а может даже в большей среди красных. Чем среди красных? Колчак, насколько я помню, преступлениями, какими-то погромами страшными, расстрелами безвинных людей, он неизвестен. Он был противник советской власти. Он был верховным, главнокомандующим тех сил, для которых понятие служения Отечеству было не в меньшей степени, чем для воспаленных красных комиссаров, и по-своему он служил России. Это нужно спокойно обсуждать, и тогда не будет вот этих воплей, заливания краской, которые, по сути, являются просто хулиганством и ничего больше. Я здесь хочу вспомнить, что некоторое время назад появился фильм «Адмирал» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской главных ролях. Да, это вообще идеализация. Да, и там, по-моему, особо возмущенных не были. Хотя мой коллега Арсений Веснин сказал, что были некоторые возмущенные, но их было небольшое количество. Мне кажется, что если бы подобный фильм сняли о Маннергееме, то всё происходило бы гораздо громче и скандальнее. Может быть, потому что всё-таки это Санкт-Петербург в прошлом, Ленинград, блокада. Это более болезненно. Хотя, ещё раз говорю, это поразительная вещь, когда человек своё чудовище товарища Сталина готов принять, а другую спорную фигуру, как Маннергейн, в котором, с одной стороны, он был безукоризненной чести офицер, служащий России, кстати, определённое долгое время, с другой стороны, да, его войска не прославились зверствами, но участвовали в облакаде и в осаде Ленинграда в то время. Ну, так устроена психика, поэтому я бы предельно спокойно... Вот, ну, для чего дан телеэкран? Мне кажется, всё-таки, чтобы было не только интересно, но чтобы человек становился чуть лучше, чуть информированнее, чтобы не получалось то, что мы сейчас имеем, это же не скрывает официальная статистика. Какая у нас самая рейтинговая программа России 21 века? Битва экстрасенсов. Да? Да, самая рейтинговая. Я думала, пусть говорят. Нет, 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 они рывками побеждают самого Малахова. Хотя обе программы, конечно, очень сильно развивают и душу, и мозг обывателя, очень сильно. Но ещё у нас есть пропаганда, а вот чем занимается наше телевидение в последнее время. Ну, да, но это, ну, мне кажется, люди-то всё-таки... Понимаете, какая история? Опять, это чтобы не выглядело высокомерием. Люди и власть, они очень долго что-то соображают. Вот раньше меня это поражало, например, ну, слушайте, я с советских времён, помню, милиция очень плохо работает из-за идиотской палочной системы. Поэтому им проще схватить на улицу пьяного, приписать ему преступление. Опа, палочка, да? Слушайте, сколько об этом? Десятилетия! И до людей тоже доходит иногда очень и очень долго. Будем ждать. Это некий факт. Ну, что с этим делать? Давайте перейдём к приятным новостям. С 1 октября вход во многие музеи нашей страны будет бесплатным. В том числе у нас в Петербурге русский музей Эрмитаж. И такой подарок сделал Сбербанк к своему дню рождения. То есть, с одной стороны, это действительно очень хорошо. Отлично, я считаю, очень хорошо. А с другой стороны, не будет ли ходынки? Поскольку, например, Пушкинский музей, Всероссийский музей Пушкина в Москве, там, Быставка Рафаэля, сейчас... Ходынки не должно быть. Почему? Потому что у нас миллион человек работает в силовых структурах. Пусть делом займутся. Пусть обеспечат. Это же их функция. У нас на душу населения, всяких силовиков полицейских и прочее, чуть ли не на третьем месте в мире мы, что ли, да? Значит, это всё возможно организовать. Послушайте, ну, помните Ночь музеев? Да. Ну, ничего же прошло. Ну, наверное, где-то кто-то хулиганил. Но Эрмитаж, кстати, от Ночи музеев отказался, потому что... Его дело. Окей. И, наверное, логика есть своя. Но во многих музеях это было. И, заметим, никто ничего не погромил, ни один музей не подожгли, нигде не завязывалось каких-то драк или ещё что-то. Всё можно организовать. Вы знаете, в наше время простимулировать человека лишний раз пойти, хоть это и звучит почти из анекдота, но лишний раз пойти в музей или библиотеку, это благое дело. Благое. Я считаю, что это безукоризненно хорошая штука. Не, ну, мы вспоминаем очереди и в Москве, в музее, да и Фриде Кало, когда была здесь, в Петербурге, тоже в музее. Открытая библиотека переезжает в Эрмитаж, и 1 октября изгнанная из библиотеки имени Маяковского в главном штабе, в лектории Эрмитажа 1 октября. Надолго ли, вот у меня вопрос? То, что хорошо, это очевидно. Вот я бы хотел сказать, мы же с вами первую часть всё время говорили, как всё сгущается и всякое такое. Честь и хвала Михаилу Борисовичу Петровскому. Во-первых, это показывает, что всё-таки есть воля человека. Есть, а не так вот всё, толпа бежит слева направо, попробуй наоборот. Во-вторых, все говорили, он излишне аккуратен, он излишне осторожен, он не проявляет оппозиционных. Вот этим делом он показывает, что может сделать просто приличный человек. Это замечательная штука, замечательная. Вот за это бы надо было орден давать, а не за то, что человек кричит, Боже, царя храни, тому, кто ему вручает орден. Ну, надолго этот орден, я имею в виду Жириновский. Да, надолго ли переезд? Не знаем, посмотрим. Другое дело, если послезавтра Петровский покинет свой пост, значит, послепослезавтра это закроется. Это я уверен. Но пока его авторитет силён. И он им пользуется очень прилично и очень хорошо. Пока будем ходить на открытую библиотеку, на лекции. Лев Щеклов, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель, был сегодня в программе. Особое мнение. Спасибо. Удачи. Удачи.